Бросок через бедро Если вы хотите добиться больших результатов единоборств, надо владеть этим приемом на 5 Бросок через спину с колен, захватом, рукава и отворота – это основа самбо и дзюдо Всегда приятно смотреть на мальчишек и девчонок, которые в совершенстве владеют этим приемом Лучше всего на тренировках отрабатывать этот прием и влево, и вправо Чтобы вы могли построиться под любого соперника, вне зависимости от его стойки Большое внимание на тренировках ребята уделяют изучению и совершенствованию приемов борьбы в партере На данный момент ребята вам демонстрируют переход на болевой прием на руку Так называемый рычаг локтя – это классика жанра Этот прием считается самым надежным, самым лучшим Как в борьбе с самбо, в дзюдо, так и в других смешанных единоборствах Изучайте этот прием как на тренировках, так и дома Самостоятельно Ушающий прием спереди – гильотина Прием из бразильского джи-джица и грепплинга Очень классный прием На данном видео первый номер выполняет проход в ноги А второй номер накидывает петлю на шею И выполняет удушающий прием гильотина Лучше на этот прием не попадаться Так как сложно будет выбраться из этого положения Удушающий прием со спины Его удобно выполнять тогда, когда ваш противник лежит на животе А вы атакуете его со спины Тяжело защититься, когда ваш противник находится у вас за спиной Поэтому опытные борцы советуют Лучше никогда не поворачиваться к противнику спиной Лучше всего находиться к противнику лицом Индивидуальная работа с тренером Работа по лапам Наработка боковых ударов ногами Миддл киков Боковые удары ногами могут выполняться по трём этажам Первый этаж Это удары ногами по ноге Так называемые лоу-кики Второй этаж Удары ногами по корпусу Миддл кики Третий этаж Удары ногами в голову Хай-кики Человек, хорошо бьющий ногами, очень опасен в бою Изучайте удары ногами В этой части тренировки тренер и ученик нарабатывают прямые удары руками Работа по лапам очень полезная и незаменимая работа тренировочного процесса Здесь мы отрабатываем и вырабатываем точность ударов Держим дистанцию между учеником и тренером Нарабатываем скорость ударов Работу по лапам мы обычно выполняем после тренировки После борьбы, после тяжёлых физических упражнений Здесь важно раскидать руки, расслабить плечевой пояс Чтобы ваши мышцы не закрепощённые были Чтобы скорость ваша сохранялась Ребят, всем привет! Приходите на тренировки в селе Октябрьское Особая просьба к жителям села Дёмина и Октябрьское Чтобы приходили, тренировались Приводите своих детей на секцию рукопашного боя, боевого самбо Будем работать, тренироваться, учиться друг у друга Если понравилось наше видео, ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал в ютубе Пётр Савкин Занимайтесь спортом, друзья Будем рады вам!